Советский Союз, как большая система, с человеком не справился. Ну а дальше уже было всё. Гуляш в социализм Хрущёва и попытки реанимации, именно, кстати, заметьте, после гуляша в социализме Хрущёва были же действительно очень мощные попытки реанимации социальных структур при Брежневе. Вот мы Брежнева помним там позднего, там, по им дефицитам, но если покопаться в памяти, Советский Союз эпохи Леонида Ильича Брежнева был поразительной страной гражданского общества. То есть, грубо говоря, чтобы быть настоящим советским человеком, ты должен был быть частью гражданского общества. Кстати, самое интересное, меня всегда поражало, что самой многочисленной общественной организацией в Советском Союзе было общество изобретателей и рационализаторов. Для меня это было жутко поразительно. Не политическая организация, понимаете, не политическая. Да? Но это же было, вот ты шёл по какому-нибудь там району в Москве, и вот там всё время были вывески общественных организаций. То филателисты, то охрана памяти, то кто. И это говорит о том, что в действительности одним из главных векторов развития при раннем, скорее, среднем Брежневе, это была попытка реанимировать вот эту именно человеческую составляющую. Поэтому вот, собственно, я и написал, что Советский Союз – это была большая система, которая исходила из ошибочной посылки о неограниченности возможностей человека и потребностей человека к самосовершенствованию. Вот. И в этом смысле, конечно, Советский Союз потерпел, как большая система, очень серьёзную неудачу, а адаптироваться и стать просто... Знаете, мне в своё время жутко поразило, поразило, и потом я сужаснулся. Была у Егора Тимуевича Гайдара, покойного, одно интервью, он там говорит, и вот он слушает, в какой стране вы хотели бы жить там, или как-то вот у него так был заход, и он говорит, я хочу жить в скучной стране. Я вот смотрел вот на это вот, знаете, ещё бумага была, это было ещё в бумаге вышло. И вот я для себя спросил, а я хотел бы, вот я... Евстафь, Дмитрий Геннадьевич, 1966 рождение, года рождения, там, русских служащих и так далее. Вот. Не состоял, кстати, я не состоял в Хоминистической партии. Вот. И вот я хотел бы жить в скучной стране. И я вот с ужасом подумал, что нам готовили вот эти люди, которые пришли к власти в начале 90-х, в общем, ад. При этом этот ад, ещё ко всему прочему, был адом в квадрате, потому что он был бы адом скучным. Да? Без вот, значит, всяких там, извините уж, гейд, но без грузинско-украинских феерий, там, плясок, там, и так далее. Вот. А вот Советский Союз хотел, чтобы общество, в котором жил советский человек, было бы интересным. И вот за это бился. И в этой борьбе, к сожалению, проиграл. Но ужас в том, что мы это попытались не осознать, а забыть. А хорошая новость, что вот я смотрю, да. И ведь очень многие вещи, и в том числе вот это вот мир общественных организаций, страна, где каждый должен вот в чём-то участвовать, где каждого человека в душе. Вот вот есть работа, он деньги зарабатывает, да. А есть то, что ему вот хотелось, он не может осуществить. Вот это вот и реализует вот это в каких-то, ну, что называется, в свободной, как это говорилось, от работы, от основной работы время, да. Кто-то там кем-то работает, кто-то что-то собирает, кто-то, будучи там каким-нибудь физиком, ядерщиком, да, работает на телевидении, ведёт блоги там и так далее. Это, кстати говоря, вот у нас это всё. Вот ростки вот этого, знаете, того, чтобы страна была интересной, знаете, а вот они прорастают. Вот нашему обществу, которого загнали в совершенно чудовищные тиски потребления, вот этого кредитного потребления, покупая, 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 потом наши же западные партнёры нажали на стоп, да, вот остановилась эта лента перемотки, и Советский Союз с удивлением начал прорастать через вот эту потребительскую постсоветскую Россию, да, и люди начали вспоминать, что у них есть хобби, что у них есть родственники, что у них вообще много чего есть, и много чем можно заняться, да, и при всём этом, наверное, не испытывая вот каких-то бытовых проблем, потому что Советский Союз, к сожалению, но это моё личное отношение, сломали многие, вот мелкие, но их было много, бытовых неурядиц. Вот если бы снимались какие-то бытовые неурядицы, начиная с ЖЭКа. Я помню, я стоял в ЖЭКе за ерундовой справкой, полтора дня геи, это невозможно. Это мог делать только я, я в этот момент был аспирантом, обжать человек работу, он полтора дня за справкой стоял, это невозможно. И вот этих вот, невозможность купить мороженое, невозможность пляж у вас показывать, невозможность на пляже нормально поесть. И вот этих неурядиц, они все были мелкие, их было много. И вот на этом Советский Союз сломался, потому что любой человек, помимо того крупного, божественного, которого он себе несет, любой, а все-таки мы люди суеты, мы люди этого вот земного мира, в котором очень много суеты. И вот Советский Союз вызова суеты не выдержал. Ну, собственно, про это я в литературной газете и написал. Вот интересно, Дмитрий Геннадьевич, вот вы сказали по поводу стыда за 90-е. Я вот как-то в себя заглянул сейчас, и у меня, ну, по поводу там гордости-то точно нет по поводу 90-х. Но вы знаете, у меня еще больше какой-то стыд вызывает, как раз, я сегодня об этом уже говорил в начале своей программы, стыд вызывает как раз распад СССР, гибель СССР, и мое отношение к этому, да, там, молодого тогда совсем человека, только-только закончившего университет, вот, и на моих глазах все это разворачивалось, и я сейчас вот как-то мне стыдно за собственную близорукость, что ли, да, или там глухость, и то, что у меня не было тогда эмоций. Вот сейчас коллеги показывали вот эти кадры, когда опускается красное знамя, вот это, да, там, и, собственно, символизируя, да, собой окончание эпохи СССР, и мне, у меня сейчас это вызывает там щемящее какое-то чувство, а тогда его не было. А тогда его не было. Согласен. Вот оно... Согласен. И вот стыд за это у меня, ну, не знаю уж, насколько он там такой личностный и так далее, но вот как-то вспоминать это неудобно. А вот это эффект молодости, Гея, вот мы все, я что же, у нас, знаете, у нас, у всех, я думаю, если так разобраться, там, у всех примерно, за исключением, ну, совсем уже от мороженых людей, вот, эмоции одинаковые, но вот это вот эффект молодости, когда мы все считали, ну, чё, сейчас всё, чё-то перерешается, чё-то вот, ну, какая-то вот ерунда. Мы вот какими-то психологическими блоками себя от большой политики отстранили. Знаете почему? Потому что в конце 80-х было слишком много большой политики, которая была политикой мелкой. Вот я сейчас вспоминаю эти съезды, я шёл как по Арбату, шёл первый съезд народных депутатов. Вот сейчас его прочесть, да? Но очень хочется, да, батальон Росгвардии вот в этот вот съезд и всё это закончить, к чёртовой матери. А тогда народ стоял на Арбате, он уже был пешеходный, и там, где можно было, стояли машины, стояли толпы народа, слушали прямые трансляции вот этого словобудия. Но это же рано или поздно-то кончается. И поэтому вот я помню конец, конечно, вот 91-го года, особенно после вот этого трёхдневного пучка, вот, опереточного, по-моему, уже абсолютно. Вот. Я думаю, что к моменту августа 91-го года СССР был уже мёртв. Чтобы, будь он хотя бы немного жив, и всё бы это закончилось иначе. Но он уже был совсем мёртв. Так вот я помню чувство колоссального опустошения. Чувство, ну, знаете, вот, да? Но всё-таки внутри была надежда, что вот как-то всё это перерешается. Не перерешалось. Вот. Не перерешалось. Поэтому, да, это очень горькие воспоминания, но это тот опыт, который мы должны с собой... Во-первых, мы должны его сознать. Мы должны начать об этом говорить. Надо винтить лампочку в этом нашем чулане памяти, включить свет, разобрать, что мы туда... Вот я тут, знаете, тут начал квартиру разбирать, чё только не нашёл. Вот и мы там чё только не найдём, да? Вот. Разбирать, думать, разговаривать и помнить. Такие пироги. Да, вот как раз тоже сегодня об этом говорил, что это опыт и страница, да, там, из истории нашего государства 70-летняя, которая очень важна. Она важна, ну, во-первых, её надо действительно изучить, чего не происходит абсолютно. В данном случае, там, гуманитарная наука, она в большом долгу перед страной и перед людьми. Во-первых, её надо изучить, во-вторых, сделать какие-то выводы, и в-третьих, да, с этими выводами тоже как-то поработать на будущее. Да, потому что ведь очень многие вещи, которые сейчас происходят у нас, они родом оттуда. Именно так. Именно так. И ещё эти бумеранги 90-х и конца 80-х нам ещё будут прилетать очень долго, поверьте мне. Да, и тут, и не только это, тоже мы сегодня говорили с Ватсмаратом Сафаровым по поводу отношения к своему советскому прошлому на постсоветском пространстве. Да, там, вот, в национальных республиках, которые стали независимыми государствами, вот, и сейчас вот эту свою историю начинают, там, чуть ли не как колониальную, да, воспринимать, там, а иногда прям напрямую называя её колонией, вот, и здесь эти бумеранги, ну, они уже многим прилетели, но и будут продолжать прилетать. Здесь, когда мы говорим, там, о той же Прибалтике, я когда смотрю, тут, ну, понятно, столетию посвящённая всякая статистика появляется, ну, и вот я посмотрел, например, что касается демографической ситуации, да, вот за те годы, которые прошли со времён развала СССР. Вот посмотрел я на Латвию, которая потеряла, там, да, около 40%, даже более 40% своего населения, а это ровно тот бумеранг, который прилетел. Мне кажется, здесь не должно быть никаких иллюзий, в том числе и у наших вот собратьев по бывшему Советскому Союзу. Не, ну, ведь они действительно стали жить в скучной стране. Ну, вот, мы думаем, что, ну, это же так. Вот, во многом Прибалтика это то зеркало, в которое нам надо смотреться, и, знаете, так, как Пушкин цели, и мы бы могли, но мы другие. Да, ну, тут у нас много зеркал, кстати, а есть украинское зеркало, есть Прибалтик. Нет, вот, нет, вот такими мы быть не могли. У нас слишком критический ум. Мы прохиндеи, но, и, конечно, мы, конечно, народ мечтателей, но вот это вот все поглощающие и мрии, вот такой, знаете, карга культа у русских нет. У русских я имею в виду не в этническом, а вот, ну, в таком вот пространственном смысле. Всё-таки Россия это пространство. Да, ну, там вот, я всегда считал, что частично, ну, не вся Украина, но частично она очень, ну, она, собственно, русская, да, она так и есть. Вот этот морок, конечно, когда спадёт, я надеюсь, что всё-таки это, что это будет. Большое спасибо, и с удовольствием, не скрою этого, побеседовал с вами. Напомню, телеграм-канал Дмитрия Геннадьевича Евстафьева, «Профессор смотрит в мир». Говорили мы о, как раз, его статье. Если найдёте в литературной газете, это статья по поводу, как раз, с которой мы беседовали. Замечательно, обязательно прочтите. Это очень, это очень интересно в литературной газете. Ровно сто лет назад, 30 декабря 1922 года, был образован Союз Советских Социалистических Республик. Тогда в него входили всего 4 республики – Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская, состоявшие из Армении, Грузии и Азербайджана. Советский Союз просуществовал почти ровно 69 лет и был упразднён теми же Россией, Украиной и Белоруссией 26 декабря 1991 года. За эти 69 лет было всякое. И войны, и голод, и индустриализация, и покорение космоса. А ещё была сверхидея о прекрасном будущем при коммунизме, когда от каждого по способностям, а каждому по потребностям. Коммунизма, увы, не получилось. То ли не успели, а то ли он вообще невозможен. Сверхидея постепенно угасла, потребности не удовлетворялись даже по результатам труда, и всё, чего хотелось, это чтобы в магазине было 100 сортов колбасы. И вся эта занимавшая шестую часть суши огромная, трёхсотмиллионная страна, естественным образом развалилась. От разочарования в себе. Теперь супермаркет с колбасой стоит на месте любого советского сельпо. А счастья как не было, так и нет. Но вот что интересно. Советский Союз существовал 69 лет. И не существует уже 31 год. То есть почти половину времени от времени существования СССР. За это время выросло два поколения людей, которые при советской власти или не жили, или были столь малы, что не помнят. И среди этих поколений очень популярна идея о том, что в СССР было богато и сытно. Они не верят в рассказы о пустых полках магазинов, о бессмысленном отсиживании рабочего времени в неработающих организациях, о тотальном воровстве и пьянстве на производстве. А самым юным из них кажется, что всегда были госуслуги, что такси всегда вызывалось нажатием кнопки, а всё, включая сегодняшний ужин, можно было купить в интернете с доставкой на дом. И, честно говоря, пусть так и будет. Пусть они растут в этом счастливом неведении. Потому что мечта о прекрасной России хороша сама по себе, вне зависимости от того, куда она устремлена. В будущее или же в прошлое. Взгляд Максима Каноненко Субтитры создавал DimaTorzok